Спасибо нашим поварам. Эти слова Людмила Николаевна слышит каждый день. Она работает поваром в школьной столовой. Каждое утро ей нужно приготовить больше тысячи порций. Несмотря на такую нагрузку, работа приносит удовольствие. Макароны с сосиской. Да, очень вкусно. Свой профессиональный праздник, Всемирный день повара, Людмила Николаевна отметит на работе. У плиты она уже более 20 лет. И хорошо помнит, что раньше мужчин на кухнях было мало. В нашей профессии здесь, в школьной именно, у нас в основном работают женщины. А так я смотрю, сейчас очень молодых людей много идут в эту профессию. Очень много. Даже из нашей школы. Мальчик ушел в прошлом году с 11 класса. Не знаю. Нравится ему очень. Он работает сейчас в кафе. Первый блин комом. Для них эта пословица звучит буквально. Колледж кулинарных искусств готовит поваров для работы на любой кухне. Кто-то поступает в колледж из-за низкого проходного бала, для других же это призвание. Среди студентов с каждым годом все больше представителей сильного пола. В некоторых блюдах приходится много физической силы укладывать. И поэтому, возможно, приходится и подняться. К тому же, это не только женская все-таки работа, но и мужская. Как утверждают будущие кулинары, оценивать повара по половому признаку все же не стоит. В этой профессии все зависит от личных способностей и желания работать. Екатерина Молчанская, Валерий Богословский, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.